Сегодня будет необычный ролик. Сразу говорю то, что он не информативный, а больше какой-то глупый и чиловый. Я просто иду в один офигенный мод под названием Новый Арсенал, который добавляет новые локации и новое оружие, что самое главное. И побегаю в нём, используя новые стволы. Используя спавнер. Если кто-то этот мод не видел, то я открою для вас неплохую оружейную ревикацию. Не забудь про лайк, а также про... Ай, ладно. Для такого видоса даже лайки просить не буду. Просто смотрите, кому это интересно. Приятного тебе аппетита там и просмотра. Поехали. Ля, какая графика красивая-то, посмотри. Ну, прикольная графика, на самом деле. Конечно, не совсем канонично подходит под сталкер, но тем не менее, данная травушка мне даже очень симпатична. Итак, собственно, сегодня у нас такой небольшой обзорчик, но не совсем. Сегодня мы будем бегать с чем хотим и управлять дефолтные здания Теней Чернобыля, да. Посмотрим на некоторую боёвку. Я себе выбрал некоторую, кстати. Давайте сейчас посмотрим на дефолтный пистолетик. Кстати, нам дали ПБшку. И представлены в этом моде очень удобные, кстати. Так, а чё у меня за погода такая? Мне такая погода не нравится. Сложно где-то поспать, погоди? Я просто хочу сейчас подрыхнуть маленько и эту погоду скипнуть. Так, это место для сна? Или что? А где спать-то можно? Блин, в этом море, может быть, спать вообще нельзя. Здесь, кстати, добавили, как видишь, дофига новых локаций, в том числе. Допустим, болото, допустим, тёмная лощина, свалка у нас вот есть. Дальше не агропром. Лесная чаще. В общем, все локации, которые когда-либо вы видели в модификациях, тут также присутствуют. Ой, ой-ой-ой. Давайте-ка уже погрем сейчас, как раз, с волком. Давай-давай-давай. Это нам бин с аптечкой, это, конечно, очень важно, особенно сейчас. Так, настройки сразу показываю. В общем-то, у меня вот такие вот настройки встают максимальные, но если честно, если честно, так, у меня звук на максимум где-то стоит, около фига. Пойду-ка я схожу за спальным мешком, хочу поспать. Не хочу бегать в такую погоду, либо я не понимаю, тут можно поспать, короче, ладно. Что-что-что? Кто такой доктор Монолит? Мне кажется, раньше был с ним знаком. Кто такой доктор Монолит? Чего? Так, ну никакого спального мешка пока я не вижу здесь, а вот спальный мешок 2000 стоит. То есть, мне нужно что-нибудь продать, да, желательно. Но я тут, кстати, я еще спальню все различные костюмы, не знаю, правда, я тут маленький решил подтестить. Тут только в том-то, что у них тоже был сотка вот худ. Так, где? Вот худ. Не знаю, как-то это не совсем смотрится прикольно. Это вот какая-то пахнет какой-то васянкой код 12, если честно, но тем более. Так что не знаю, мне такой не очень заходит. Так, сколько? 124 тысячи. Ты мужик вообще. А, у него даже денег не хватает, но это все, да? А так хватит, подожди, торговать? У него нет денег, мужик. Ладно, черт, с тобой так. Торговать и теперь я могу купить себе спальный мешок. Отлично. Какой-то теперь выкладываем, да. Давайте-ка быстренько поспим. Буквально тут, да. Сколько? А, это спать по количеству времени? Ладно. Так сказать, проверили фичу. Фича работает с спальным мешком. Хотя я понимаю, что это, конечно, такая фича. Так, а что с погодой? Погоди, нет. Давай прям по-нормальному. Паспим часиков, наверное. А, 23 часа просто. А, дальше нельзя, только 12 максимум. А, офигеть. Ну, допустим, еще 4 часа спи. Погода будет нормальная? Нет сегодня. А, вот погодка более-менее. Да, вовсе, погодка стала лучше. Итак, собственно, вот такое вот мне сейчас ствол в руках. Смотрится, он симпатичный. Давайте-ка посмотрим, что это такое вообще. Калаш NWZG. Да, G. Так, как он заряжается? Давайте-ка так же глянем. И я сейчас хочу с него собачек на самом деле пошмалять, пострелять. Прицельчик-то симпатичный. Давайте-ка я прицел все-таки уберу. Он как-то мешает, если честно. Так, подожди. Прицел убираем, да? Вот, так поприятнее смотрится на самом-то деле. Так, дальше следующий ствол на подходе. Это вот такая вот илочка. Я, честно, не знаю, зачем я ее взял. Она какая-то беспонтовая, без прицела, без ничего. Сейчас, наверное, я поменяю. Ну да, давай сейчас ее сменю, подожди. И еще вот такой вот стволевский я взял. Надо какой-нибудь ствол с этим взять, с прицелом, на самом деле. Как-то поприкольнее будет. Опа, нифига себе. Так, он, кстати, как-то по-особенному должен перезаряжаться. Все равно погода какая-то не очень. Подожди, что ж такое-то? Господи, как только обзор мне начинает, сразу погода почему-то все хуже и хуже, с каждым разом. Да что ж ты будешь делать? Давай без дождика, хватит мне дождей уже. Вот, более-менее, да. Вот это классная погодка. Вот это мне нравится. Вау, это жмыхает, конечно. Так, давай что-нибудь себе снайперска отспавним, подожди. Короче, я спавнил себе много чего снайперска, а в том числе дробовик. Так, погоди, вешаем сейчас давайте-ка на себя костюмчик. Следующий ствол, вот такой вот у нас есть. Это у нас, нет, даже не ПБ. Три ствола сразу можно вешать. Давай сейчас посмотрим сразу на перезаряжку, как он перезаряжается. Ну-ка, неплохо так он сможет, а на самом деле. Я хочу вам сейчас показать на самом деле прицелы. 3D прицел тут есть, и причем они оптимизированы, представляешь? В тенях Чернобыль оптимизировали 3D прицелы. Где такое все видно, да? Так, держи аптечку, кстати. Ух, твою мать. Фигай себе, как он способен жмыхать. Погоди, давай-ка еще раз перезаряжай. Я вообще, могу попасть, или нет, интересно? Нет, с этого я не попаду. А вот с этого? Не, обратно вас обью, конечно. На самом деле, это сделать правильно, если честно. Я сбивался этот вертолет, немного раз, то сбивал. Так, вот Кот Барт, я себе еще отспавнил, и вот тут уже, по-моему, не 3D прицел, да? Тут уже ТФОТ. Ну, зум у него, кстати, такой, довольно-таки сильный. Так, ты что там? Вообще Флинт, кстати. Подожди, что ты делаешь? Ну-ка, слышишь, подожди. Сможем ли мы завалить больницу такого расставления? Так, конечно, сможем, господи. Он вообще там в костер улетел. О, да, о, да, о, да, о, да. Понимаю. Так, где еще телик? Все, я больше никого там не вижу. Ну, пошли с калшачи завалим, короче. Я думаю, то, что на венах я что-нибудь покруче возьму. Они покруче чуть-чуть другого, в всяком случае. Тори, алё, кто? Кто меня не боится? Давайте проверим. Чел, ты дурачок? Или что? Все, минус. А тут вообще без шансов, на самом деле, для них. То есть, ну, объективно. Не, ну, БФК чувствуется, кстати, совсем по-другому в этом моде. Я убил, да? Да, вроде убил. Конечно, это дефолтные бандиты, ничего тут умного нету, но что поделать? Я же не знаю, что они такие тупые. Так, погоди, давай, у меня один патрон есть. Ну, вы меня застелил фраг, представляешь? Так, надо какую-то более далекую цель выбрать для этого ствола. Ну, я не попал по себе, к сожалению. Так, ну-ка, ПБ, давайте-ка проверим. Не, ПБ тоже так неплохо кондёхать, на самом деле. А, ну, передрядка у него довольно-таки простенькая. Я не знаю, почему отраженные модификации сейчас в современных модах не хотят адаптировать. Мне напугал, кстати, да. Give me your flash, please. Все, давай, до связи. Ага, по связи, увидимся. Чем вам не оружие? Классно, ведь словую, на самом деле. Так, ладно, давайте сейчас их повыкидываю, кинуть новость, я возьму. Взял себе я еще стволов. Следующий на очереди. Еще, кстати, модельки билдовские добавили, нет? Так, а что 3D-прицелы какие-то? Они, на самом деле, не везде их вижу, но ладно. Так, взял себе несколько стволов. Первый у нас этот вот. Так, патрончики можно некоторые выкинуть. А зачем здесь добавили фичу с этой самым, как его? Чего? Ты что тут забыл? Вы что, офигели? То есть, я... Вы слушали то, что вас ражать захотел? Вы что, гоните, что ли? А как так? Так, ладно. Сейчас я вас завалю. Ну, слушайте, прицельчики не 3D-шные, но смотрятся все равно довольно-таки прикольно. Ну, так, свежо. А кого черт вообще? Подожди, вы что? Услышали то, что тут кто-то стреляет в серьезных ментов? Как решили, типа, разобраться что ли? Или что? Это так работает? Где? Кто вообще? Видите? Да, понимаю. Понимаю. Больно мне, да. Я же себе не экзук убил какую-то, не взял точнее. Не, просто я не пойму, типа, а что они вообще пришли-то? Пойдем к посмотрим, что там у них было. Я не знаю, честно, чем надо, но по идее, если новичок сейчас вот так вот они так же пойдут на новичка, новичок их убьет вам сразу с десятого, конечно же. Но неплохо так пофармится. Нашля такой калашников дефолтный, конечно же. Но он дефолтный, поэтому ничего интересного нет. Она что-нибудь возьмем уже. Че было крутым? Это стало неплохо. Но у него очень лютая дача, и она как-то с зумом вообще не сомневается, на самом деле. Давай-ка я эту пушку возьму. Фигал там взрывчат, бедолага. Мне тебя жалко стало, мужик. Ну да, все-таки тут уже дробовик нужен для мутантов, очевидно. Так, перезаряжай его. Ну, ствол очень хороший, кстати. Я не знаю, убил его или нет. По-моему, нет ни хера, да? Вон, челик стыд. Подожди, как-то так надо прицелиться еще. Тут, конечно, добавили много чего нового. Но прицелить стало на самом деле сложнее. Так, убили мы челика. Не знаю, убили мы этого или нет. Я не в голову стреляю, это еще минус, кстати. Сейчас двиг должен простреливать, на самом деле. Да, вон он. От твоих прострелил, упал. А это было мимо, сейчас очевидно. Это было вроде как нормально сейчас, кстати, да? Это было точно нормально, сейчас. И последний патрон? Ферня, все мимо. Так, ладно, иди сюда, говнюк. О, да тут, так эта пушка даже еще лучше. Быстрее, как она сейчас будет валить. Да учитывая то, что спиропуль убивает, это подрапни просто. Она еще еще может зажимать неплохо, на самом деле. Ля, это вообще какая-то имба, на самом деле. Я тебе отвечаю. У него какой-то лютый урон. Возможно, тут армор у меня слишком... Армор, точнее, как это? Патроны слишком крутые у меня. Так, откуда стреляет опять чертова помет просто? Вот я не понимаю. Откуда-то сбоку вообще? А ну, там какой-то черт стоит. Это я, ведь не он, кстати. Все, с первой пули просто увалил челика. Как будто кто-то в кустах. Да, вон там вижу челика, погоди. Вот тебя сейчас черт увидишь. Так, все, минус. Тут главное попасть на самом деле. Ну, говорю, вот эту пушку займешь, и все, можно вообще не париться. Патроны часто расстроены даже на северных локациях. Понимаю, это больно было сейчас. Так, давай арморскую аптечку используем сразу же. Который, кстати, имеет не такой плохой эффект, если честно. Ну, то есть, дефолт на аптечке, по-моему, такой, посерьезный эффект был. БТР стоит, но, по-моему, от нее толку. А что у меня, слышишь, это? Ну, короче, не выводится, само собой. Ладно, понимаю. Они рабочие, что ли? Погоди, они рабочие, что за бред вообще? Подожди, 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 подожди. Бульдог свободы, вот, давай сейчас его используем, подожди. Я надо боеприпасы к тебе. Вот, Воги, да, надо, наверное? Давай, Воги, Воги, Воги. Игра в рулю. Да нет, это фигня, идея, короче, надо... Надо что-то другое выдумать. Может быть, конечно, использовать РПГ? Да? Почему нет? Просто, что он и вылетает, почему-то привы... Бульдог... Нет, давай сейчас, короче, я просто его отспамлю, где там, бульдог. Вот, бульдог, погоди, где тут еще РПГ? Есть РПГ по-любому. А что он какой-то весь в каме? Он увернулся, офигенно! Так он увернулся, просто последний момент. Сейчас бы в него просто пролетел бы, это все. Так, ладно, давай сейчас... Тобой займемся. Давай, может кто-то побайтим? Да, на туре можно побайтить всего, конечно. Все. А это с двух, кстати, лег. На удивление. Человек-то следующий, офигеть, что-то взрывается еще. А, догоните, там, вон там, да? Убил кого-то, нет, интересно? Этим выстрелом. Так, ну что, конечно, опасно, так, ходите, если честно. Не знаю, чистый ролик такой, расслабляющий. Доставо говорить можно или чуть-чуть, почему? Хват, друзья, всем спасибо за просмотр. Ссылка на вот еще в описании есть. Скачайте, тут много нового оружия, новая графика и новых локации дофига. Все, всем пока еще увидимся, не болеете. Субтитры сделал DimaTorzok